Мы сегодня, ребятки, будем продолжать с вами знакомиться с частями тела. И давайте вначале мы с вами вспомним, что мы узнали на предыдущих наших занятиях. А мы узнали многое, если вы помните. Итак, голова шар. Дальше, на голове у нас шаракунта, волосы. Глаза, саштита. Ахкута, это брови. Кушта, это уши. Дальше, зых, это рот. Болта, рушта, щеки. Внутри рта у нас находится язык, обжак. Дандакта, так. Дальше, руки. Ухта. Ноги. Ахта. Гор. Туловище. Вот это всё, ребятки, вы на прошлом занятии, вы узнали. И мы с вами должны были ещё выучить такую чистоговорку про части тела. Называется она части тела. И ума шар, дуа ма кушта. И ума фэнс, дуа ма рушта. И ума зыг, дуа ма кухта. И ума ныг, дуа ма кақта. Ишма ноджида, ишма ноджида, ишма ноджида, саштита. Ама уршурщит, дандакта. Бажон ма ма чидан эш. И каждый из вас должен назвать своё имя. Чиуы, допустим. Эшдан Ирина Алихановна, эшдан Алина, эшдан Милана, эшдан София Мафтадарта. Вот это тоже нужно будет вам повторить, вот эту чистоговорку. И сегодня наша новая тема. Обратите внимание, что, какая новая тема, вы сейчас узнаете. Сегодня наша новая тема, часть тела, которую мы пишем, рисуем и держим. Вы, наверное, узнали. Это рука или руки. Кухка, ноджида. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, рука начинается с плеча. Плечо по-стински будет лошк. Все вместе повторили ещё раз. Лошк, лошк. Дальше. Дальше мы спускаемся вниз и видим локоть. Локоть по-стински будет рамбенекас. Дальше мы видим ладонь или кисть. По-стински это звучит арм. На кисти находятся наши пальчики. Пальцы по-стински будут ангулстан. Итак, у каждого пальца есть своё название. Давайте мы проговорим это на осетинском и на русском языке тоже. Хиштор ангулс. Это большой палец. Амунок. Это указательный. А что как? Средний палец. Ананом. Безымянный палец. И каштор ангулс. Это мизинчик. На пальчиках у нас находятся ногти. Ногти по-стински звучат ныхта. Точно так же, как и лоб. Но лоб у нас один, а ногти у нас много. А множественное число мы добавляем при множественном числе окончание там. Вы это помните? Я знаю, мы это проходили. Итак, вот это наша новая тема, ребятки. И я надеюсь, все вы с ней опять так же успешно справитесь, как с предыдущими. Спасибо всем за внимание. Подарашь. Субтитры создавал DimaTorzok